Здравствуйте, уважаемые ребята, уважаемые учителя, если кто-то присутствует на этом курсе. Мы начинаем с сегодняшнего дня серию вебинаров по подготовке к единому государственному экзамену. Пока профильный уровень. Начнем профильный уровень по математике. Перед вами находится на слайде, на поле, находится демоверсия. В чем изменение у нас демоверсии? Дело в том, что у нас с вами по демоверсии, мы с вами работаем, новая демоверсия, и у нас уже второй год, она состоит у нас из экзаменационной работы из 18 заданий. Первая часть содержит 11 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровня сложности, и вторая часть содержит 7 заданий с развернутым ответом повышенного и высокого уровня сложности. Первая задача, это задачи у нас получаются, задачи по ЕГЭ, по планиметрии. И здесь мы с вами наблюдаем, задача номер один, задача номер два, ну то есть вот у нас через союз с ними будет, да, мы смотрим, что нам могут предложить на едином государственном экзамене по планиметрии. Это смотрите, треугольник АБЦ вписан в окружность центром в точке О, угол ВАЦ равен 32, найдите угол ВАЦ и ответ дайте в градусах. То есть у нас есть то, что у нас треугольник, так, простите, пожалуйста, так, инструменты, возьмем кладь дальше. Так, ну не буду здесь, тогда мы в поле будем работать. Смотрите, треугольник АБЦ вписан в окружность центром в точке О, угол ВАЦ равен 32, найти угол ВАЦ, ответ дайте в градусах. То есть, ну, получается, что угол ВАЦ у нас с вами будет центральным углом. Значит, что я должна знать? Я должна знать понятие центрального угла, так, здесь пишется плохо, я даже не буду заниматься этим, чтобы время не терять, и вписанного угла. Дальше. Дана площадь треугольника АБЦ, средняя линия, параллельно стороне АБ, найти площадь треугольника СДЕ. Что происходит? То есть, у нас площади треугольников, они относятся как 1 к 4, да, вот треугольники подобны, и мы должны знать здесь, что площади подобных треугольников относятся как коэффициент в квадрате. Почему 1 к 4 коэффициент? Потому что ДЕ у нас средняя линия, она в 2 раза меньше стороны АБ. Поэтому площадь треугольника АБЦ равняется 24, а тогда площадь треугольника СДЕ будет в 4 раза меньше, то есть это 6. Дальше дан ромб, да, и угол равен 13 градусов. Найти угол ВЦД, ответ дайте в градусах. Ну, во-первых, когда у нас дан ромб, мы здесь пользуемся с вами, нужно знать сумму односторонних углов ромба. Сумма односторонних углов ромба равняется 180 градусов. Один угол нам известен, мы смотрим на другой. Далее, стороны параллелограммы известны, высота известна, она опущена на меньшую высоту. Найти высоту на большую. Что мы с вами должны сделать? Ну, мы с вами должны говорить, что меньшая сторона у нас опущена на меньшую сторону, это 24. Мы знаем, чему равна площадь параллелограммы. Это 24 умножить на 18, да, и нам надо высоту найти, которая проведена к большей стороне. То есть нам 27 надо умножить на х. Ну, и здесь мы с вами великолепно составляем равенство. 18 умножить на 24 равно 27 умножить на х. Отсюда х мы искомую высоту с вами находим. И вот сегодня я вам предлагаю на нашем курсе отработать с заданиями планиметрии. И я перехожу сейчас в пайнт. Мы с вами работаем в пайнте и будем работать в планиметрии. Записываем планиметрию с нуля. Что это значит? Вспоминаем все возможные основные моменты. Итак, вот у меня даны две параллельные прямые. То есть прямая А параллельно прямой В. Прямая С выступает секущей. Тогда у нас тут образуются углы. Угол 1 и угол 2. Угол 1 равен углу 2. Это накрест лежащие углы. Обязательно на ЕГЭ указывать секущую. Дальше у нас есть угол 3. Угол 1 равен углу 3. Это у нас соответственные углы. Ну и угол 1 плюс угол 4. Нам с вами дают 180 градусов. И мы их называем односторонними углами. Это односторонние. Ну, собственно говоря, у нас есть тут еще угол 2 равен углу 3. Как вертикально они никакого отношения не имеют к нашим параллельным прямым. Но запишем. Все. И мы с вами знаем, что у нас... Вот перед нами тут и смежный угол. Мы с вами тут же знаем, что угол 2 плюс угол 4 у нас равен 180 градусов. Как смежный. Вот эти пока первые понятия нам с вами помогают при решении многих задач. Обратите внимание, ну, например, нам задан треугольник. Назовем его треугольник АБЦ. В этом треугольнике у нас с вами известны угол альфа, угол бета и угол гамма. Нам нужно найти, доказать, что сумма углов треугольника равна 180 градусам. Первое, что мы сделаем, это дополнительное построение. В дополнительном построении мы проводим прямую L в параллельную прямой АС. И говорим, ну, тогда у нас вот этот вот угол будет гамма. То есть тогда у нас получается угол, давайте тут обозначим единицу, здесь двойку. Угол 1 равен углу 2 на крест лежащие. И вот здесь я пишу уже секущая. Секущая ВС. Ну, тогда что мы видим? Мы видим у нас развернутый угол, и у нас в развернутом угле угол альфа плюс угол бета плюс угол гамма равняется 180 градусам. Но это и есть углы треугольника. То есть все мы с вами доказали. Углы треугольника равны 180 градусам. Зачем это нужно? Ну, во-первых, если я знаю, то дальше смотрите у меня. Для решения задачи мне это будет нужно. Ну, вот я беру треугольник, пусть будет вот таким треугольник. Ну, и продвину его. Допустим, этот угол альфа, вот этот угол бета, то вот этот угол альфа плюс бета, называется это угол внешний угол треугольника. Он равен сумме двух других, не смежных с ним. Где нам надо это опять? Опять эта конфигурация выступает у нас в задачах единого государственного экзамена в первой части. Сейчас минуточку я убавлю чуть-чуть, чтобы нам с вами, мне как можно меньше сокращать. Попробую масштаб сделать. Сейчас мы даже, наверное, еще поменьше его уменьшим, чтобы нам побольше работать и не отвлекаться на это поле. Извините, пожалуйста. Ну, вот здесь мы сделаем побольше. Итак, мы посмотрели про внешний угол треугольника, посмотрели про параллельные прямые. Ну, и вот теперь смотрите, у нас есть теорема Фалеса. Теорема Фалеса. Она звучит так. Если на одной из сторон треугольника отложить равные отрезки, ну, например, А, В, С. Так что АВ равняется ВС. И через эти прямые, через эти концы отрезков провести прямые параллельно, то тогда, ребята, у нас получаются отсекаемые отрезки, также будут равны между собой А1. То есть у нас ВВ1 будет равняться 1 и 2 АА1. То есть у нас ВВ1 средняя линия треугольника АСА1. Замечательно. Теперь, если я возьму серединку на стороне АА1, обозначу ее СА1. И мы с вами соединим вот эту середину. Что я получаю? Посмотрите, ВСА1 у нас равняется 1 и 2 СА1. То есть ВСА1 средняя линия треугольника АССА1, но уже к стороне ССА1. Значит, она ей равна половинке. Тогда вот у нас ВВ1, давайте обозначим вот так, ВВ1 равняется 1 и 2 АА1. Ну и я провела третью линию, это В1С1 равняется 1 и 2 АС. То есть В1С1 средняя линия треугольника АСАСА1. АСА1. ВСА1. ВСА1 равен треугольнику В1С1В1. Этот, в свою очередь, равен С1В1А1. Ну и последний треугольничек – это ВСВ1. Они равны по трем сторонам. Желательно писать равенство треугольников, если мы записали равенство треугольников по сторонам. То есть если вот у нас АВ, у нас АВ, вот она, да, она равняется ВС, ну вот он треугольничек, так. Дальше она равняется В1С1. И эта же сторона, в треугольнике С1В1, эта же сторона у нас где? Вот она ВС. А еще раз у нас вот АВ, В1С мы забрали. Раз, два, три. И вот здесь треугольничек у нас, ну вот он тоже В1С1. ВС1, то есть равенство совпадает. То есть писать лучше по равным сторонам. Сразу говорю, по критериям, которые в этом году у нас появились, мы не будем снимать баллы, если вы написали треугольники в том порядке, в котором вы захотели, даже и подобие треугольников. Но желательно писать подобие треугольников по равным там углам, да, и пропорциональным сторонам. И равенство треугольников желательно прописывать так. Но раз треугольники равны, то они равновелики, то у них все площади равны. И вот такая задача. Она первого уровня. Она может появиться как в базовом, так и в профильном уровне. Площадь треугольника В1С1 равняется 5. Нужно найти, вот такая конфигурация будет, нужно найти площадь четырехугольника АСБ1С1. Внимательно смотрим. У нас таких треугольников здесь целых 3, поэтому мы 5 умножаем с вами на 3, и в ответе у нас стоит 15. Вроде бы вот такая задачка, да, нам дана площадь только вот этого треугольника, она может быть выделена. Вам надо найти площадь вот всего треугольника, четырехугольника вот этого. Будьте внимательны, здесь у нас всего 3 треугольника, просто умножаем. Ну, это что касается теоремы Фаллеса. Вот как раз по сторонам и углам. У нас вот эти углы, они у нас односторонние. То есть, вот этот угол, вот этот угол и вот этот угол идут как односторонние, да, вот соответственные углы. То есть, угол 1, угол 2 и угол 3. Угол 1 равен углу 2, как соответственный. Угол 1 равен углу 3, как соответственный. То есть есть секущие и прямые. То есть я могу проговорить, что у меня вот эти уголки тоже равны. Увидели, да, ребят? То есть мы их тоже можем найти. Опять знание накрест лежащих углов, соответственных и односторонних углов. Далее, где нам это может встретиться? А вот давайте посмотрим, есть ли у меня дан параллелограмм. Дан параллелограмм А, В, С, Д со сторонами. Давайте так. АК равняется 10, АКД равняется 5. Где точка К – это БК биссектриса. И БК пересекается с АД в точке К. То есть мы проводим с вами биссектрису. Давайте ее проведем. Что нужно знать? Биссектриса отсекает равнобедренный треугольник. То есть у меня вот эти стороны равны. Найти нас просят. Периметр параллелограмма А, В, С, Д. Мы сразу говорим решение, да? Задача устная. Здесь у нас АК равняется 10. Так, мы, наверное, сейчас с вами сделаем следующее. У меня не совсем реалистичная задача. Мы сейчас уберем ее, перестроим. Давайте вот так. Вот так будет пореалистичнее. То есть вот угол 1, угол 2, угол 3. И вот здесь у нас точка К. Ну, тогда вот она реально не показана. Точка К. А это 5. Значит, АВ равняется 5. Мы говорим, что угол 1 равен углу 2. Это БК биссектриса. Мы знаем, что биссектриса это геометрическое место точек. Угол 2 равен углу 3. Накрест лежащая. Секущая БК. И тогда мы видим, что угол 1 равен углу 2. А угол 2 равен углу 3. Отсюда угол 1 равен углу 3. И делаем вывод. Треугольник АВК равнобедренный. А если он равнобедренный, то у него АВ равняется АК. То есть равно 10. Зная это, мы с вами сопросто находим периметр треугольника АВЦД. Он равен 2 умножить на 10 плюс 15. 2 умножить на 25 равно 50. Первая часть. Важно, биссектриса всегда отсекает равнобедренный треугольник. Проведенный из вершины любого угла острого или тупого угла всегда будет отсекать равнобедренный треугольник. Дальше. У нас есть развернутый угол. И мы в задачах встречаем эти вещи. То есть вот у меня 2 смежных угла. А, В, С, Д. Лучи провели. И если я вот здесь провожу биссектрисы. Ну, вот биссектриса угла. И вот биссектриса угла. То есть пусть у меня вот эти равны. И вот эти равны. Ну, пусть это будет Альфа, это Альфа. Это Бета, это Бета. Что мы знаем? Мы знаем, что сумма развернутых углов Бета плюс Бета. Альфа плюс Альфа равна 180 градусов. Мы получаем 2 Бета плюс Альфа равно 180 градусов. Но, ребята, тогда Б плюс Альфа равняется 90. То есть всегда помнить, видеть, что вот этот угол, вот этот угол, вот я его сейчас зачерню, в это так оставлю, что вот этот угол всегда прямой. То есть угол между биссектрисами смежных углов развернутого треугольника всегда у нас прямой. Это нам надо тоже помнить. Это нам тоже в задачах очень сильно помогает, когда мы работаем уже с конфигурацией задач. Сегодня вот такая геометрия, она немного легкая. Мы по ней будем отрабатывать, по этой геометрии. Ну и что-то тут вспоминать. Ну давайте возьмем, раз мы пошли развернутые углы, давайте мы вот вспомним. Я уже писала про угол, который у нас является внешним углом треугольника. А сейчас я бы хотела, допустим, у меня заданы вот так как-то две прямые. И через вот эти две прямые я провожу параллельные прямые. Давайте вот прямая, вот прямая и вот прямая. Вот это пойдет. Данная теорема, она носит название обобщенной теоремы Фалеса. Не путайте ее, пожалуйста, с теоремой Фалеса. Обобщенная теорема Фалеса. Покажу, что эти прямые параллельны. Покажу, что у него соответственно углы равны. Итак, это пусть будет А, это пусть будет В. Тогда А1, а здесь В1. Тогда мы говорим, что параллельные прямые, параллельные секущие образуют напрямых пропорциональные отрезки. Параллельные секущие образуют напрямых пропорциональные отрезки. Что это значит? А это значит, что А относится к А1, как В относится к В1. Это нам тоже пригодится в решении геометрических задач. То есть не путать, пожалуйста, прямую теорему Фалеса, я выше говорила, с обобщенной теоремой Фалеса. То есть это надо нам с вами хорошо знать. Ну, дальше давайте работать. Теорему Фалеса мы с вами посмотрели. Мы с вами знаем. Вот попробуем, давайте с вами посмотреть. Вот у меня дан треугольник. И в этом треугольнике я проведу медианку. Да, тут вот сейчас треугольник построим. У нас как равносторонний получился. Вот треугольник АВС. Я провожу в нем медиану. Проводим медиану. Вот она, медиана БФ. И мы говорим, что медиана бьет треугольник на два равновеликих. Почему? Объясняю. Давайте отпустим высоту. Эта высота пусть будет BH. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что площадь треугольника АВМ равняется 1,2 BH, умноженная на АМ. А площадь треугольника БМЦ равняется 1,2 BH умножить на МЦ. Ребят, так как BH равняется, ну BH и BH это одно и то же, а АМ и МЦ они равны, так как это у нас медиана, то треугольники равны. Но нам говорят, что медиана, медиана треугольника разбивает его на два равновеликих. На два равновеликих. Фигуры равновеликие фигуры равновеликими называются фигуры, площади которой правны. Которые правны. Давайте посмотрим. А теперь я беру медианку в треугольнике и провожу уже, ребята, три медиана. Просто провожу три медиана. А, В, С, А1, В1, С1. Вот это точка М, точка пересечения. Давайте запишем, что ВВ1 пересекается с А, А1, пересекается с С, С1 в некоторой точке М. при этом ВВ1, С, С1 и А, А1 медианы. То есть у нас вот эти отрезки равны. Давайте посмотрим, а что происходит здесь. Ну, я утверждаю, что площадь С1 равняется С2. Откуда это я утвердила? Я утверждаю это вот из этого рисунка. Смотрите, у нас здесь вот так же медиана. Если я отпускаю высоту, то у меня получается, что эти два треугольника равновелики. Дальше. С3 и С4 тоже равны. То есть попарно С3 равняется С4. Ну и тогда отсюда С5 равняется С6. С5 равняется С6. Я сейчас попробую доказать, что у меня, например, ну, давайте возьмем, так, это С6. Возьмем вот этот угол и этот угол. Попробуем доказать, что С5 равняется С2. И так работаем. Медианы делятся, точка пересечения, мы знаем, что у нас вот ББМ относится к МВ1, как 2 к 1, считая от вершины. Значит, если это Х, то вот это у нас 2Х. Если вот это 2У от вершины, то это У. Пробую доказать площадь треугольника 5, площадь треугольника 2. Итак, 1 вторая У умножить на 2Х и умножить на синус угла альфа. Углы вот эти равны, как вертикальные, мы выше говорили. Это должно равняться 1 вторая Х умножить на 2У и умножить на синус альфа. Сокращаем Х и У. Получаем УХ умножить на синус альфа равняется ХУ умножить на синус альфа. То есть площадь 2, 5 и 2 равны. Что я получила? Я получила С1 равняется С2 и равняется С5. И автоматом же равняется С6. Давайте заберем, например, С4, площадь, возьмем, и возьмем площадь С1. То есть вот это у нас 2З, а это у нас З. Пойдем работать. Итак, мы утверждаем, что площадь С1 равняется С4. 1 вторая 2З умножить на Х и умножить на синус бета. Это пусть будет бета. Равняется 1 вторая 2Х умножить на З и умножить на синус альфа. Но опять получается ЗХ на синус бета равняется ХЗ на синус альфа. На синус бета, извините. Все. У нас с вами 4 угольники. Эти треугольники равны. То есть я смело могу протягивать и сделать вывод, что 3 медианы треугольника 3 медианы треугольника делят его на 6 равновеликих. Делят на 6 равновеликих. Ну, давайте попробуем решить задачу. Нам дан треугольник. Площадь треугольника БМА1. Она равна 6. Нас просят найти площадь треугольника АМС. Ну, вот здесь вот точка М. Я ее просто не написала. Смотрим, сколько площадей. Две. То есть это у нас 12. 2 умножить на 6 – 12. Задача минутки. На ЕГЭ в первой части их отдают минутками. Просто надо знать некоторые свойства. Поехали дальше. То есть мы сейчас сказали, что медианы делят на 2 равновеликих. Чтобы не забыть, давайте я проведу прямоугольный треугольник. И из вершины прямого угла отпущу высоту. С, В. Высота С, В. Смотрите. Если я возьму вот этот угол альфа, треугольник А, С, В. Угол А, В, С равняется альфа. Тогда угол С, А, В равняется 90 минус альфа. То есть вот этот угол 90 минус альфа. Ну, ребята, тогда в треугольнике А, С, В угол А, С, В равен альфа. Да, действительно. Вот тогда в треугольнике С, В, В угол А, С, В равен 90 минус альфа. По сумме углов треугольника. То есть вот этот 90 минус альфа. Перед нами 3 подобных треугольника. Ну и вот как я говорила раньше, да, если мы говорим о подобии, то лучше писать по равным углам. У нас 2 треугольника подобные, если равны 2 угла. А у нас прямоугольный треугольник. Здесь достаточно 1 острый угол. Ну, давайте запишем это подобие. Выхожу из угла альфа. Треугольник В пришла в угол С. В, С, А, С. Подобен треугольнику. Ищу угол альфа. Вот он. С пошла в угол А, С, А, С. Подобен треугольнику. В, А, С. Все, я записала подобие по равным углам. Если я записала подобие по равным углам, я смело могу, ребята, теперь составлять соотношение. Я вообще не смотрю на чертеж, я смотрю на буквы. Беру первых две. В, С относится к С, А, как, В, С относится к А, А, А. Как, В, В относится к С, А, А. Ну и заберу вот эти две пропорции с двумя. То есть получается CH в квадрате равняется AH умножить на BH. А это мы где-то проходили, да, мы говорили, что высота есть средняя геометрическая между проекциями катетов на гипотенузу. Вот из этих же подобных треугольников выходит, что проекция катета, катет прямоугольного треугольника есть средняя геометрическая, произведение его катета на гипотенузу. Что я еще могу сказать? Я могу сказать, что высоту я могу находить как произведение катетов АС на ВС и на АВ. Что я могу сказать? Я могу найти радиус вписанной окружности. Это АС плюс СВ минус АВ деленное на 2. Грубо говоря, сумма катетов минус гипотенуза. Я найду радиус вписанной окружности. Радиус описанной окружности всегда равен 1 и 2 АВ. То есть посмотрите, из того, что я провела вот эти подобия, я сразу увидела кучу подобных треугольников. То есть это очень важно. Ну и понятно, что радиус у нас, да, вписанной окружности в прямоугольный треугольник равен и описанной окружности равен. То есть мы это с вами хорошо знаем. Можно все остальные формулы просто выводить. То есть с этим мы с вами познакомились. Давайте пойдем дальше. Так. Проведем бисектрисы высоты в треугольнике. Высоты еще. Вот провожу высоты. Так. Треугольник у нас. Высота. Ну и еще одну высоту. И третью высоту. Все высоты пересекаются в одной точке. И точка пересечения делится пополам. А, В, С. Это А1. Я показываю прямой угол. В1 и С1. Как только мне даны две или три высоты, то я говорю, что передо мной шесть пар вписанных четырехугольников. Вспоминаем критерии. Сейчас я их напишу. Вот смотрите. Критерии вписанных в четырехугольник. Суммы противоположных сторон равны 180 градусов. Отсюда сразу идет следующий критерий. У нас вот этот угол тогда. Почему-то мы его теряем. Равен вот этому углу. Объясню почему. Четырехугольник А, В, С, Д вписан. Тогда сумма противоположных углов, вот он бета, вот он альфа, равна 180. Ну а этот-то с ним развернутый. Поэтому вот этот угол равен этому углу. Угол 1 равен углу 2. Критерий вписанных четырехугольников заиграл. Дальше, следующий критерий. Сегодня у нас вот такое вводное занятие. Начали мы с первого задания. И я по нему иду А, В, С, Д. Если мы там проведем диагональки, то у нас углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, прямые. То есть нас это тоже спасет. Ну давайте смотреть. Критерий вписуемости. У меня, смотрите, вот этот угол плюс этот угол опираются на одну дугу А, С. То есть А, С у меня диаметром тут выступает. То есть у меня четырехугольник А, С, 1. А, 1, С вписан. Ну давайте я буду ставить вот этот критерий 1. И вот этот критерий 3. Тут вот В. То есть третий критерий. Третий критерий. Дальше смотрим. У меня четырехугольник А, В. А, 1, В, 1 вписан. И у меня еще одна важная парочка. Это треугольник. В, С, 1, В, 1, С вписан. Давайте посмотрим теперь критерий, которые относятся к первому. То есть первый критерий. Давайте смотреть. Тут вот Ашка. Сейчас еще скажем про Ашку. Давайте запишем. Четырехугольник А, 1, H, В, 1, С вписан. Четырехугольник А, С, 1, В, ой, А, С, 1, H, В, 1 вписан. И четырехугольник В, С, 1, H, А, 1 вписан. Все. Шесть вписанных четырехугольников у нас с вами имеются. Точка пересечения, точка пересечения высот. Это ортоцентр треугольника. Треугольник А, В, С. И вообще мы с вами на следующем занятии будем смотреть уже точки пересечения высот, уже доказывать свойства. Но надо посмотреть биссектрисы. Что же происходит, когда мы проводим биссектрису? Биссектрисы треугольника также пересекаются в одной точке. Также пересекаются в одной точке. И вот это И. Точка И, это И. Центр. То есть, точка И, это центр вписанной окружности. Окружности. Центр вписанной окружности. Откуда мы и как это берем? А вот у меня дан угол. Наверное, я все-таки сначала узнал. Окружность. И дан угол. Ребят, центр окружности всегда лежит на биссектрисе. Почему? Потому что биссектрис – это равноудаленное место точек от концов угла. А вот, смотрите, в точку касания под прямым углом, это биссектриса, углы равны, значит, вот эти треугольнички у нас равны. А, В, С. Отсюда мы всегда доказываем, что отрезки касательных равны. А, В равняется А, С. Поэтому это у нас точка пересечения биссектрис. С точкой пересечения биссектрис у нас тоже очень много с вами интересного. И вот, смотрите, я сегодня вам показала основные вещи, которые работают у нас элементы в треугольнике. Это высоты, медианы, биссектрисы. На следующий урок я уже тут отсюда отталкиваться не буду. Я дала сегодня такое вводное легенькое занятие, где я не решала задачи, где я показывала некоторые важные свойства, которые есть в первой части ЕГЭ профильной и ЕГЭ базовой. Следующее занятие у нас будет профильная математика планиметрия с нуля. Мы начинаем ее с нуля. И вот там мы уже с вами докажем несколько теорем и порешаем 16 задачи. Продолжительность будет до 60 минут. Дальше вы уже просто не смотрите. Поэтому вот просто отсмотрите вот эти вещи. Они вам знакомы. Я так думаю, всем знакомы. Ничего тут незнакомого сегодня нет. Хорошо четко знать теорему Фалеса. Не путать ее с обратной теоремой. Хорошо знать обобщенную теорему Фалеса. Не путать. Ну и тут у нас несколько задачек вот таких маленьких было решено. Всего доброго. До следующей встречи.